Яичко из шунгита это вот третье по частоте использования яичко в моей личной практике. Здравствуйте дорогие друзья всем пламенный привет меня как всегда зовут Олег микрофон забыл подвинуть сегодня мы с вами будем говорить о применении шунгита в нашем любимом аквариуме почему ну потому что недавно мы с вами говорили про применение циолита аквариумного угля и ну и я уже решил этим летом добить всю историю связанную с сорбентами которые мы можем приобрести и использовать в нашем любимом аквариуме но главная мысль данного ролика будет заключаться в борьбе с этивоном то есть такой вот фигней когда взрослый мужик вроде бы там 40 ему лет он заходит в зоомагазин и говорит продавщицы дайте мне этивон а продавщица говорит а что за этивон а он говорит ну вот чтоб воду поменять короче ему нужен кондиционер для водоподготовки грубо говоря теосульфат натрия а он не врубается вообще чего он берет и что этот препарат делает ну и соответственно в лучшем случае продавщица ему дает самый дорогой эти вон он это применяет и вообще ну не разбирается а как это вещество влияет вот сегодня на примере шунгита мне бы хотелось донести эту мысль о том что есть один закон в аквариумистике который ведет к успеху за он заключается в том что нужно не вестись на описание к препарату корму к чему угодно к фильтру а нужно смотреть суть что это составная часть то есть просто посмотреть состав если этого состава нет на баночке на коробочке залезьте в интернет посмотрите сделайте свой выбор вывод выбор и внутреннее убеждение и будет вам счастье итак не откладывая в долгий ящик для обзирания шунгита вот я на маркетплейсе взял первую коробочку с шунгитом он не аквариумные но хрен редьки не слаще давайте почитаем что же написано на обороте про вот этот вот шунгит мунгит шунгит природный минерал имеющий кварцевый микроскопический каркас заполненный углеродом уникальные целебные свойства шунгиту придают находящиеся в нем фуллерены фуллерены вот прям фуллеренища шарообразные полые молекулы состоящие из нескольких десятков атомов углеродов вода настоянная на шунгите становится не просто чистой вот вообще не просто она не простая не просто чистой питьевой или косметической водой но и молекулярно коллоидным раствором гидрокированных фуллеренов фуллеренов эти молекулы новое новейшее вот прям самое новое поколение оздоравливающих и профилактических средств оказывающих многоплановое полезное действие на организм человека научными научными исследованиями установлено что именно фуллерены являются мощнейшими антиоксидантами локализующими в организме человека агрессивные сколько умных слов свободные радикалы при использовании шунгитовой воды в косметологии ополаскивание кожи лица и жопы а также волос лицо очищается жопа становится гладкой упругой пропадают мелкие морщинки угревая сыпь прыщи гнойная сыпь пропадает исчезает перхоть заметно улучшается состояние волос на попе вот друзья мои первый первая коробочка и вторую коробочку я взял вот такой вот треугольничек почему треугольничек потому что шунгит еще используется в виде шариков пирамидок людям лечат не знаю геморрой натирая больное место поэтому вот взял такую штуку еще взял ее потому что здесь написано мудрость заключается в том чтобы познать все то что сделано природой автор цитаты гиппократ гиппократ вообще просто наверное в диком афиге что его цитаты используют в маркетинге теперь давайте непосредственно переходим с вами к делу поскольку некоторые подписчики очень куда-то торопятся и не могут выдержать получасовых роликах разрешите я их отпущу наглядно покажу мнение бате фан-фишки 1 у нас коробочка и 2 треугольничек сюда ставим потом берем вот эту всю радость поливаем бензинчиком смачно поливаем бензинчиком так чтоб вот все пропиталось теперь берем вот такую вот горелочку и горелочка разгорайся и устраиваем фаер-шоу лучших традициях теле линдермана вот вам ответ бате фан-фишки что он думает по поводу применения шунгита в нашем любимом аквариуме это мягко говоря маркетинг и хрень собачья ну а теперь торопышки которые хотели досмотреть последнюю серию спанчбоба могут в принципе переключаться ее смотреть а для тех кто хочет все таки ну узнать немножко побольше и суть вот этого всего перформанса я попрошу остаться так вот что такое шунгит шунгит если вы зайдете и посмотрите в эти ваши интернеты это 50 процентов кварца что такое кварц ну можно сравнить что это песок то есть любой фактически фактически любой камень это 98 процентов кварца ну вот я вам сказал что кварц это песок то есть 50 процентов того что вы покупаете вы просто берете дорогой песок 30 процентов шунгита это так называемый аморфный углерод проще говоря это просто сажа или о уголь вот и все ну и 20 процентов это всякие примеси слюда ну и там всякие микро макро микро в по сути не очень нужные нам вещи таким образом друзья я не говорю что это дорого вы можете этим побаловаться она стоит на рублей 200 но практической пользы в аквариумистике ну я уже молчу про оздоровление жопы лица она никакой не имеет почему ну потому что вот состав кварц песок сажа и еще 20 процентов примеси она никак не работает то есть вот в отличие от соли то солид катионный обменник он действительно помогает работать с азотистыми соединениями уголь аквариумный активированный уголь он действительно абсорбирует на себя красители метиленку там малахитку он действительно берет на себя первичную органику а вот эта хрень а вот эта хрень не берет вы конечно можете пить шунгитовую воду настаивать шунгит три дня и пить но мой вам совет вот купите нормальный фильтр обратного космоса если как я сказал вы лечите геморрой ну вот в аптеке есть неромантические свечи которые гораздо эффективнее чем шунги нет вот такой вот будет посыл у меня к вам в этом ролике фуллерены вот эти магические классные штуки товарищи которые присутствуют шунгите они действительно существуют в нем но если вы зайдете пожалуйста на сайт фанфишку почитайте статью про шунгит зайдите куда угодно вы увидите что того самого волшебного фуллерена который находится в шунгите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 процент на массу вещества то есть другими словами говоря чтобы нам получить одну маленькую грамму личку фуллеренчиков в нашем любимом аквариуме нам нужно как вариуму подогнать два вагона шунгинита и еще маленькую тележку чтобы что-то случилось по вопросу фуллеренов и разгладились морщинки у рыб но самая печаль самое все страдание и боль этого мира заключается в том что при следующей еженедельной подмене воды вот этот вот грамм фуллеренов будет нами смыт в унитаз вот и все дорогие друзья вот и сказочки конец а кто слушал тот молодец но все-таки разрешите мне подчеркнуть вот эту глобальную мысль борьбы с эти воном вы конечно можете прочитать о том что ну допустим кутузов в русско-турецкой войне давал своим солдатам своим воинам воду настоянную на шунгите и ну у солдат у наших русских воинов мужество вырастало и висела по колено турки видя такое что висит мужество по колено в ужасе бежали в свою османскую империю и больше никогда не возвращались вы также можете услышать такую прекрасную легенду что петр петр первый соответственно заставлял всех грызть этот шунгит вот до хруста такого и все были счастливы но вы же должны понимать да то есть мы всегда должны обладать критическим мышлением вы же должны понимать прекрасно что даже если эти легенды имеют место быть они же ну петр петр первый был великим не потому что он скармливал всем шунгит и кутузов он был не лох серебристый а в первую очередь он был вели великим полководством и шунгит тут ни причем вот такая глобальная мысль то есть если мы уйдем еще дальше то вот до петра до кутузова люди жопу лопухом вытирали и поэтому сейчас мы все должны выкинуть нашу туалетную бумагу и пойти на природу рвать лопухи и наша попа будет мягкой и шелковистая вы уж простите меня за то что я вот привожу такие коричневые примеры но вот мне очень бы хотелось чтобы до аудитории до новичков которые не которым тяжело разобраться вот во всех вот этих вот хитросплетениях маркетинга и аквариумистики вот чтоб до них дошло о том что пожалуйста не ленитесь в этом прелесть аквариумистики что это не просто вода рыбки и растения и и и фильтрик нет это интересно с точки зрения познания природы с точки позрения познания биологии гидрохимии до чего угодно нужно просто вот один раз сесть и разобраться и тогда это будет вам во благо собственно все друзья в завершении я еще вам накидаю одну вонючую плюху уж 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 он он шунгите и на этом завершаем в моих руках ой да что ж такое опять мусорю шунгит я его промыл давайте поверим бате фанфишки на честное слово то есть я его достал и промыл есть одна фигня у шунгита в отличие от угля уголь тоже пачкается но его промыл и как бы все окей а шунгит он имеет структуру похожую на графит и как бы вы его не мыли да вот я сейчас при вас это делаю чуть чуть потерся видите какой чумазик бате фанфишки то есть вот 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 это вот будет у вас еще и вот там как бы вы не промыли побаловаться можно не запрещаю но я надеюсь что мысль ясна до свидания на друзья до новых встреч как всегда пожелаю вам хорошего лета всех обнял скоро увидимся пока пока а